Магазины, салоны красоты, аптеки, частные дома или здания школ, больниц, неважно. У большинства этих объектов есть прилегающая территория, которую необходимо содержать в чистоте и порядке. Это обязанность собственников, которая закреплена градостроительным кодексом. В соответствии с градостроительным законодательством, собственники объектов недвижимости обязаны содержать и убирать прилегающую территорию. Ранее данные нормативы и правила были прописаны в правилах благоустройства муниципальных органов власти. С декабря 2018 года внесены изменения и законом области определены границы прилегающих территорий. И теперь в правилах благоустройства, которые действуют на местах, будь то город, слободское или сельское поселение, ряд норм противоречит и действующему федеральному и региональному законодательству. Были изучены все правила благоустройства, которые действуют в муниципальных образованиях, в том числе и в городе Слободском. И в 13 муниципальных образованиях это сельские поселения и варушевское городское. И где-то порядка 8 муниципальных нормативных правовых актов содержали требования законодательства, которые вступили в противоречие с действующим региональным законодательством. В прокуратуре были принесены протесты на данные нормативные правовые акты, которые находятся в настоящее время в стадии рассмотрения. Они подлежат рассмотрению местными думами. Эти изменения касаются объектов недвижимости, которые находятся и в собственности юридических лиц и граждан. Вопрос достаточно актуален. И это доказывает наличие обращений в прокуратуру с просьбой разъяснения законодательства в части применения местных правил благоустройства по определению границ прилегающих территорий. Якобы муниципалитет требовал от собственников слишком много. Сейчас действующим законодательством внесена ясность в данный вопрос и границы четко определены. В частности, для таких объектов, которые находятся в собственности юридических лиц, а это не жилые здания и строения, границы определены до тротуаров, но не свыше, например, 15 метров. Также в законе Кировской области от 3 декабря 2018 года номер 197 о порядке определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства приведены конкретные нормативы для каждого вида объектов, в том числе и для многоквартирных домов. Но в их случае обязанность по содержанию прилегающих территорий возлагается на управляющую организацию. Продолжение следует...